Добрый день дорогие друзья! Сегодня очередной наш репортаж из английской жизни с Лондона. Дым идет от костра, сегодня суббота. И я решил воспользоваться этим днем. У меня есть одна работа. И я хочу показать и рассказать, какого плана работу я сейчас делаю. Ну и заодно немножко рассказать о том, как живут англичане. Здесь я сейчас нахожусь на патио, которое уже несколько месяцев мы делаем. Делаю я и несколько моих друзей. И решила семья сделать такое патио возвышение, потому что дом был действительно такой очень неухоженный, некрасивый. Потом в одном из фильмов я покажу фотографии, какое-то такое экстеншн сделаю, дополнение. Вот сейчас мы делаем такое патио полностью из камней. Камни, добытые в Англии, практически все камни, добыты в Великобритании. Патио будет из камня, довольно массивное. Огромный кусок работы. Вот так молодая семья решила себе сделать такое дополнение к дому. И что интересно, что все работы здесь недорогие. Материал относительно дешевый. Работа, да, работа стоит денег и времени для того, чтобы сделать качественно. Дом очень старенький, дому больше 100 лет, кажется 120 лет. Есть очень много работы, что делать. Но это патио, когда оно будет сделано, автоматически увеличивает стоимость дома на 20%. Я думаю, что семья не собирается продавать этот дом, потому что у них маленькие дети. Но это дает возможность отдохнуть в свободное время. И я хочу просто показать, как живут англичане. Они живут, на первый взгляд, довольно-таки грубо. Все как-то старомодно. Но, ко всему прочему, именно такие старомодные дома ценятся здесь. И именно сюда стараются, устремляются все богатые люди всего мира. Почему тут такие высокие цены? Я не знаю. За последние 30 лет стоимость дома поднялась от 70-80 тысяч до 700 тысяч. Это тот дом, в котором я сижу. И сейчас, когда будет сделана патио, автоматически стоимость дома поднимется на 20%. Это тяжелая работа. Такие работы я и мои друзья делаем. То есть я делаю подготовительные вопросы частично. То есть я не каменщик, у меня другого плана работы. Но я помогаю, я знаю эту работу. И, в общем-то, это мои клиенты. Я думаю, что те люди, которые делают ремонты в Киеве, в Москве, пытаются сделать их так вычурные, с иголочки. Все классно. Но стоимость домов, стоимость недвижимости, да, в Москве высоко, но это Лондон. И здесь не делают так, не цепляются к каждому уголку, к каждой трещинке. Тут люди простые. У меня складывается впечатление, что это какой-то такой старый, дореволюционный русский стиль здесь. Вот так примерно живут люди. То есть они не вылизывают до каждой крупинки, до каждой соринки. И вместе с этим дорогущая недвижимость. И, в общем-то, честно говоря, в других фильмах вы видите, несмотря на кажущуюся такую затхлость, музейность, именно сюда стремятся люди. А вы можете вот так в крае посмотреть патию, как оно сейчас выглядит в процессе работы. Скоро оно будет закончено, я думаю, в течение двух-трех недель. Вот, вот, пожалуй, и все. Я думаю, что большинство англичан живет довольно простой жизнью, на первый взгляд, неказистой. Не делают никаких больших таких, ну вот как наши, допустим, да, богатые люди. Стараются, чтобы у них все вычурное было, такая цыганский образ жизни. Ну, совсем другой стиль жизни, совсем другое поведение. Поэтому, может быть, и живут по-другому. Хотя большинство из семей очень тяжело работает для того, чтобы иметь какие-то, в общем-то, те блага, которые не имеют. Показать жизнь середины семьи, наверное, нужно мне показывать разные дома, разные квартиры. Потому что некоторые из подписчиков спрашивают, как бы показать жизнь английскую, какая она есть на самом деле. Я раньше снимал репортажи с церквей, я раньше снимал репортажи даже с кладбища английских. Вот, все эти детали, они, в общем-то, формируют понятие страны, в которой ты живешь, или страны, в которой ты находишься или зарабатываешь деньги. Кто-то спрашивает, какие зарплаты здесь, как люди работают, как законодательство. Скажу одно, что вот вчера была забастовка транспортников, в городе был коллапс, конечно, метро, и это люди борются за небольшие повышения, но регулярные зарплаты. Если здесь правительство поднимает немножко цены, профсоюзы и просто какие-то объединения людей выводят на улицы огромнейшие демонстрации. И если эта демонстрация очень успешна, я имею в виду по количеству людей, то правительство, конечно, отказывается от повышения этих цен. То есть связь между правительством страны и общиной или обществом, которое живет, довольно чувствительная. Любые малейшие извинения приводят. Или люди молчат, тогда все идет нормально, или выходят на протестные движения, и это дает свой результат. Вот такой маленький короткий фильм сегодня. Можете посмотреть, как выглядит патио. То есть здесь будут цветочники. Довольно оригинальный дизайн, такой в старом английском стиле. И потом я вам сниму с этого патио такой маленький репортаж, когда оно уже будет полностью сделано. Вот тогда вы посмотрите реальный английский дом в одной из неплохих английских зон. С вами был Константин Перегуд и канал КОНПЕ.